Спасибо, ребята. Добрый вечер, дорогие друзья. ESL Pro League, группа B, центральный матч вечера. Natus Winsor против Berlin International Gaming. Всем привет. Мы в предвкушении. Константин, чего ожидаешь? Здравствуйте, во-первых, уважаемые зрители. Ожидаю еще одной сенсации от Berlin International Gaming. Вот так вот, да, сразу? Вот так вот. Ну, а почему бы, собственно говоря, и нет? Будь здесь Na'Vi, будь здесь Astralis, будь здесь Fnatic, которых беги уже выиграли, наблюдать за сенсацией всегда интересно. Да, мы, конечно, СНГ-болельщики, Na'Vi в финале и так далее, но это онлайн-контерстрайк. И здесь может происходить всякое. Беги показали нам волю к победам. Да, у них не все получается, но не у всех. Например, Sirson, он очень хорош. Будет, в частности, интересно посмотреть за его снайперскими противостояниями с Simple. В матче против Natic человек за три карты дал 18 энтри-фрагов из снайперской винтовки. Вот такие вот дела. Это немало. Ну, как раз позавчера мы смотрели тот самый, наверное, показательный матч против Natic. За одну карту, прошу прощения. За одну карту, за Дэмираж, за третью, Sirson дал 18 энтри-фрагов. Это сильно. И несмотря на это, Беги очень много раундов в большинстве проиграли. То есть команда стабильная, сильная. И, по крайней мере, одного фаворита в группе они уже проиграли. Наверное, до начала пролиги увидеть или вообще представить себе на последних строчках группы B Fnatic и Na'Vi. Ну, наверное, не мог абсолютно никто. Сейчас у нас просто Беги, короли, все получается, все нормально. Ну, по крайней мере, обошли одного фаворита. Если с Na'Vi удастся повторить успех, то уже, я думаю, топ-2, топ-3 за ними будет железно. Это точно. Но, опять же, вот здесь только стартовый матч. Да, и говорить, что там, ну вот, Fnatic на последний месяц. Но сыграли-то они только один матч. То есть ты проиграл, ты на последнем месте. Да, может быть, не очень привычно видеть, но я бы не назвал это сейчас как бы последним местом. По факту да, но, в принципе, матчей нас ожидает еще много. Так что будем смотреть. Первая карта. Я вот сейчас посмотрел, у B.I.G. было сыграно за последние три месяца девять нюков. Восемь из них они выиграли, проиграли лишь малоизвестной польской команде. Но вот вопрос, который меня очень волнует. Против топовых команд, беги, нюк, еще не играли. То есть были Спириты, были Ренегейтс, но все это и близко. Не калибр, команда рожденных побеждает. Так что винрейт это хороший, но смогут ли они показать вот Counter-Strike того же уровня, на котором сейчас находится Na'Vi, а посмотрите, где они находятся. Топ-1 планеты Земля. Ну надо же, и по рейтингу HLTV, и по рейтингу ESL. Да, здесь абсолютно стопроцентное совпадение. Тим Кэри Симпл, Тим Кэри Ксентарс, по всему там должно быть написано. Ну интересно будет посмотреть. Все-таки, наверное, чуть больше внимания именно Сирисону будет уделяться, так как снайпер это всегда важно, это всегда очень-очень весомый импакт вносит в результат всей команды. Пока у нас мы видим Pistol Rounds 83% на карте нюк и 87% в entry kill off за B&G. Вот такая статистика, но, как уже упомянул Ленин, все это, наверное, против команд немного другого уровня. Я думаю, беги делали ставку на разбор демок. Na'Vi-то как раз свой нюк уже показали, свою защиту показали, и беги, понимая, что, ну, очевидно, они пикнут нюк и начнут за атаку, скорее всего, посмотрели демки и будут что-то интересное показывать. Возможно, даже вот наши аналитики обсудили нестандартную пистолетку, то есть не демейн, заходим в A или там рашим другую позицию, а что-то из пятерного буста. Как знать? С одной стороны, да. С другой, почему бы даже если они не изучали демки, да, почему бы просто не взять нюк, вот карту, в которой ты 100% уверен. Потому что мы вот до начала этого матча эфира вообще сидели и, ну, общались с аналитиками о том, какие же здесь карты могут быть, вроде бы номинально, то есть по такой эмпирической логике здесь должен быть Даст и Инферно, да, потому что беги пикнули Инферно вчера и выиграли его. Против команды, которая, ну, против Na'Vi, которые сами постоянно выбирают эту карту своей. Но Инферно это всегда такой, то есть если ты вот точно прям хочешь победить, если ты вот подходишь с таким настроем, все, вот мы должны победить, ты, ну, такую карту, как Инферно, вряд ли берешь. Берешь как раз-таки скорее нюк, тем более, что у Na'Vi опять-таки было поражение против Норс. То есть в онлайне они не показали, знаешь, вот того запала, что ли. Мне показалось как раз, вот LAN атмосферы, ее и не хватило. И с Арсением мы тоже этот момент обсуждали, в чем различие LAN и онлайн КС. Ты не можешь в онлайне, ну, точнее, не то, что не можешь, очень сложно настроиться так же, как ты бы настроился на LAN, особенно на сцене. То есть эти эмоции, этот эмоциональный нокаут, его просто практически невозможно воспроизвести. В условиях комнаты. Ну, пора вспоминать старые добрые времена онлайн про лиги, старые добрые времена квалификации и так далее. Все-таки, я думаю, игроки с таким опытом должны потихоньку возвращаться в старые добрые. Тем более, все-таки они там на полубудкемпах, 3 плюс 2, 3 плюс 3, знаем мы все эти истории. То есть, ну, не дома сидят в любом случае. Это тоже, я думаю, немного, по крайней мере, Na'Vi поможет. Вебку B.A.G., возможно, нам снова сегодня покажут. Помним, мы там активные расклады Тапсона. После выигранного раунда беги ставили паузу. И Тапсон, ну, чуть ли не кричал на тиммейтов, рассказывал там, что кому делать, какие смоки давать. Ну, и при этом ребята все-таки выиграли. И сегодня вновь две довольно комфортные карты. То есть, их пикнюк и третий решающий Inferno. То есть, в плане Мапула, я думаю, беги довольны. И тем более, Na'Vi оставили Inferno, которая, ну, в принципе, у бегов как раз-таки топ-1 по выигранным картам и по сыгранным. Вот они. Только я вспомнил, спасибо, на созвоне с ESL нахожусь. Один Тапсон остался наказан, чтобы не кричал больше ни на кого. Ага, и пошел пролет. Кайф. Просто к Сантарусу уходит, а у нас начинается карта все-таки ноги. Но все-таки нужно вспомнить, что это за карта такая, Денюк, посмотреть на панорамы, на ракурсы. Вот, например, аутсайд прямо на наших экранах. Ага, ну, это не лайф. Это вармап, друзья. Так, Сантарус, слушай, кого-то убивают, походу. Или это задержка, или он... Это магия кино, может быть. Фейковый уход. Чисто натопал и вернулся. Кейсер в реальной жизни, друзья. Да. Чатик, мы тоже мониторим. Пишите, за кого сюда пришли поболеть. Сколько карт вообще ожидаете. Также связывайтесь с нами в Твиттере по хэштегу MainCast. Или просто пишите нам коэффициенты от наших друзей сайта GGB. Тем временем 1.33 дают на Na'Vi. 3.19 на команду Berlin International Gaming. Это на весь. Best of 3. Но, в принципе, обычно. То есть 1.33. Ну, я не знаю. Если бы здесь играли Astralis, наверное, было бы то же самое. По-моему, кстати, то же самое с Astralis и было. Да, коэффициенты абсолютно понятные. Но мы понимаем, что на данном турнире очень часто выиграют именно аутсайдеры. Так что железной опираться на кэфы, наверное, не стоит. Пожелаем удачи командам. Вам приятного просмотра. Начинается каточка. Мы видим лево-лево. Три человека пошли. У команды Bic и двойка на улице. Обсервер сосредоточен. Контролит сразу все мониторы. Ни одного фрага сегодня не пропустим. По раскидке вообще у Тизиана одна флешка. И под нее, судя по всему, начнется экшен. Ага, вот экшен уже начался. Электроник на своей сигнатурной позиции. В ангаре дает фраг. И Тапсон еще урабатывает. При том, что у Тапсона был P250. И, казалось, перестреливать своего соперника можно. Но вышло, как вышло. Ладно, теперь выхода, скажем, нет. У Бигов или есть? Бумыч просто забирает Тизиана. Ничего не показали. В общем, в этой пистолетке B&G их просто перестреляли на улице. И уже 5 в 3, я думаю, Нави железно закроют. Тем более Бумыч покарал еще одного. Кирилла выключили. Электроник тоже получает. А вот и накаркал Федор Андреевич сегодня. Вот и 2 в 3. Но у Нави все еще хорошее преимущество. Они контролируют. Ну вот разве что вентиль, конечно, есть вариант ливнуть туда. Например, увести прицел Симпла. Или даже отогнать его с девятки. Занести бомбу на Б. Это был бы идеальный, наверное, вариант. Ну или просто сделать фраг по Симплу. Это было бы достаточно сложно. Все, оба ливают. И команда Нави прекрасно понимает, чему все... Ага, Флейми, кстати, уже здесь. Окей, Егорка. Но он один, он один без поддержки тиммейтов. Симпл дал фраг. Ну, хоть так разменялись. Разменялись Симпл закрывает раунд. 22 хп оставалось у него. Ну то, поднапрягли. Поднапрягли Б.И.G. Бомбы, кстати, не было. И в итоге мы видим по 2000 денег. Но была попытка. И здесь... Ну, Флейми много времени, конечно, выиграл. Позволил своим тиммейтам прийти. Так что у нас 1-0. И что? Форс. Да, Форс в ноль от Б.И.G. Бомбы у них не было. Но вот решили, что так будет правильно. При этом посмотрите, как много средств Б.И.G. инвестировали в гранаты. Я имею в виду, что по такой экономике мы... Ну, не то чтобы очень часто такое видим. Но на нюке, наверное, тяжеловато. Будет без гранат. Разыгрывать Форс. Тем временем дым прилетает от защиты на двери. Бумыч все контролит. Так, на улицу потихоньку Тапсом проходит. Электроник может мистайминг словить в этом моменте. Нет, увидел, не увидел. Тем в любом случае среагировал очень здорово. Меняет позицию за дальнюю вентиляцию. Бумыч уже вернулся. Безукоризненный раунд от команды НАВИ. Причем деньги потратили чуть ли не в ноль. Да, видно, что беги вот с задумкой подходят. Но эти задумки вообще не работают. У троих человек по ноль фрагов. Раскидка абсолютно НАВИ не смущает в этом моменте. И вот теперь задачка для Кэпа. Задачка для тренера БИАИДЖИ. Как выкручиваться из текущей ситуации, когда вот стартовые заготовки мимо кассы улетели. Будут еще заготовки на девайсные раунды. Конечно же, БИАИДЖИ это тактически такая подготовленная, подкованная команда. У нас тем временем агрессия на улице от команды НАВИ. Проброс гранатами. Минус к Сантаресу сразу просто с куста. Симпл стоит вторым номером. Здесь же с сайленсером. Но получает ответку от Кита. Это все еще такая терпимая потеря для команды НАВИ. Главное теперь бегов не подпустить к оружию потерянному Симплу. Но да, вот оно. Собственно, Электроник просто ливает вместе с ним. Сирсан пытается навязывать агрессию. Ни одного патрона или один максимум все-таки был выстрел точного Электроника. Погибает Тизиан. Ну и мы видим в очередной раз захлебнувшуюся атаку команды БИАИДЖИ. Кита, конечно, в пистолетке сейчас немного разменивается, потеет. Но усилий одного лишь игрока явно недостаточно для победы в раунде для бегов. Ну что, наверное, даже если он Флейми сейчас заберет, то на Б вряд ли ему дадут пройти. Флейми морозится. Кита. Вроде бы контроли. Да, ящик замечает Флейми, попадает по нему, но на этом все. 3-0. И вот главная проверка. Кстати, у Кита статистика 3-3. Есть инфраг у Сирсана, у остальных по нулям. Но интересно будет отдельно еще посмотреть за игрой Ксантареса. Имею в виду за тем, какую форму он нам покажет. Потому что далеко не всегда стабилен. Хоть мы и понимаем его бездонный потенциал. Все верно, все верно. Именно его отмечали Player Highlighter. У нас трансляция ESL. Самое главное для Na'Vi, что они практически не погибали. Мы видим у четверых игроков по одной смерти. Перфекто вообще ни разу еще не умер. Именно этот фактор очень сильно влияет на экономику защиты. Мы видим у троих человек больше пяти тысяч на банковских счетах. То есть дебют великолепный. Но вот entry kill все-таки делает Сирсон. Сколько счетчиков у нас сегодня будет вновь побито? Так, здесь и Тапсон забрал Бумыча. Вся команда B.I.G. через вентиля ливает на B. Здесь Флейми, конечно, но он цпшкой. Хотя вот с другой стороны, если успеет сблизиться и сыграет пари Симплом, которые тоже приходят на вилку. Все может и получиться. Так, минус бомб кэри. Патронов в магазине остается мало. Скорее всего, не хватит на то, чтобы забрать. Флейми выхватывает Диггл и добивает Тизиана. Жесть. В этот момент, по-моему, Симпл успевает занять левую вилку. На правую у нас перфекта, но у него тоже MP9. Он делает второй фраг. Ну, вот уже второй раунд подряд просто с ХЕшки. Бав-2. Ну что? Нужно вновь потеть команде. B.I.G. Бомбу они так и не занесли под нижнюю базу. Кита вообще с пакетом в руках погиб Симпл. Казалось, точно в голову целился. Но почему-то не хедшот. В любом случае, фраг был. И вот она, снайперская дуэль судьбы. Сирсон против Симпла. Инфа есть. И у того, и у другого. Саша просто душит вниз. Да, он просто понимает, что попадание по сопернику точно было. Можно идти на сближение. Пока Сирсон попытается откидаться и подготовить себе почву. Ну, не знаю, либо для установки бомбы, либо для отхода, например. Что тоже было потенциально возможно. Но Симпл таких возможностей не оставил. 4-0. И у Бегов пока... Ну, даже не знаю, проблема это, наверное, сильное заявление. Но вот попадают в ситуации, из которых выпутаться не в состоянии. Хотя мы по-прежнему отмечаем Сирсона в плане энтри фрагов. Он очень стабилен. Да, уже двумя энтри киллами команда B.I.G. свой раунд в итоге проигрывает. Даже без установки бомбы. Все это закончилось. Да, при этом 3-5. Все верно. То есть 3-5 без установки бомбы. Что там у Ксантареса происходит? С Мак-10 он просто уничтожил Мэйн и улицу. Да, Мэйн вон за ящиком, походу, или перед ящиком сидел игрок команды Натус Винцера. Ксантарес пришел с Маком. Просто с Маком. Ну окей, команда B.I.G. в своем большинстве вливается в B-базу. У них есть бомба. Сюда же идет и Симпл. Играет с Авиком. Пытается в соло закрыть нижний плент. Как мы видим, догорает. Коктейль молотого вентиляции. И это позволяет бегам вернуться на верхнюю точку. Тапсон уже в девятке. Перфекты к этому не готов. Тапсон дает минус. И это, по-моему, наконец-то первый раунд для B.I.G. Эко-раунд, что ли? Ну, пистолеты-арморы. Плюс Мак-10, мы помним, у Ксантареса. Такой плотный форс. Да, выбить такое будет вряд ли возможно для команды Na'Vi. Ну и, по-моему, они уже и не пойдут. Что ж, поздравляем бегов. Мак-10 у Ксантареса. Еще вот на улице. Кто бы мог подумать, да? И, скорее всего, нам, наверное, не показывали. Но я бы поставил на то, что он, знаешь, использовал эту фишку с ближним респауном. Когда ты на минуте 39 десантишься вот сюда в мейн. И просто делаешь сначала по мейну фрага. Потом, скорее всего, он нашел еще и ящик. То есть это очень хорошая, наверное, в большинстве случаев работающая такая фишка. Просто бежишь, несешься. И на минуте 39 оказываешься в мейне. Но Ксантарес как раз этой фишкой очень-очень классно воспользовался. В этот раз все-таки с двумя интрикилами. Да-да-да, вот он падает в мейн. Минута 39. Ровно все так и сказал Константин. Элик выходил на размен. Но там МАК-10 в настолько близкой дистанции, что, конечно, противопоставить было нечего. 4-1. Нави инвестирует практически всю свою экономику в этот закуп. Ну и вот он такой первый по-настоящему напряженный момент, где B&G могут переломить ход первой половины в свою пользу. Симпл, отлично. Он увидел Сирсона, там то ли дым кривой был. Ну вот он, этот зазор мы видим. То есть, в принципе, там не в полной безопасности бежал Сирсон. После фрага Симпл отходит под девятку. Просто контролит свою часть улицы. Электроник занимает Сикрет. Это, по-моему, первый поджим. Ну, по крайней мере, вот первый такой очевидный поджим от Электроника. Флешка и фрага Тапсона. Не, ну, наверное, если бы Беги, выбрав карту Нюк, не были готовы к агрессии Элика через коннектор, которым он занимается уже, не знаю, долго. Ну, плюс еще флешка явно сигнализировала Тапсону, что возможен этот поджим. Симпл продолжает невероятно потеть на старте матча. 10 к 1 его статистика. И, тем не менее, раунд пока в равенстве. Прочите, она не знают вообще. Бумочно. Он уже, наверное, никак не развернется, да? Как успел посмотреть в глаза своей смерти. Снова Симпл Флейми. Остаются 2 в 3. Позиции для выбивания, разумеется, у них никаких. Оба находятся на базе B. Так что второй раунд также за бегами. И надо отметить после энтрифрага от команды Na'Vi. Все верно. В этот раз в большинстве начинали именно рожденные побеждать. Можем подчеркнуть определенные проблемы с девяткой, вообще с базой A. То есть в прошлом раунде Перфекто в спину убили из P250. А в этом раунде Бумыча убили в спину. То есть как-то вот определенные зоны недоконтроливают. Na'Vi и B.I.G. этим очень грамотно пользуются. Симпл сейвит. Статистика феноменальная. И нужно ее поддерживать. Ну, здесь вот, наверное, по большому счету контролем улица, опять, вот студия аналитики меня может поправить, должен был заниматься как раз Элик. Ну, или там, по крайней мере, какую-то часть. То есть, наверное, он должен был выйти, дать фраг и дальше уже с Кона напрягать. Но так как он погиб, возможностей для контроля у Na'Vi осталось мало. Симпл пошел на рампу смещаться к тиммейту. Этим беги. Воспользовались 4-2. А вот и деньги подходят к концу. А вот и Тапсон. Ну, попадание очень впечатляющее. И здесь, и все без зума. При этом, казалось бы, на такой дистанции Тапсон уже приспособился. Зум не включал. Да, контроль спрея, конечно, все лучше и лучше у игроков из СГ. Тем более, все-таки включение зума там какие-то секундочки, доли секунды тратят. И если ты уверен, что попадешь, иногда лучше его и не включать. Проход по улице от B.A.G. Как мы видим, Na'Vi пока докупили. Тиглы. Да и, в принципе, все. Легкий армор для Перфекта. Минимум гранат. Сирса на очередной энтрикилке. Тот закрывает Бумыча. А где у нас авик? Ага. Не дают. Не подставляются, точнее, под Симпла. Не дают ему играть. Перфекта. Хочет, наверное, поражать лобби. Тизиан стоит, ждет. Тизиан, кстати, очень здорово отыграл в матче против Natic. У него действительно залетало. Что, вообще-то, для Тизи она не всегда характерна. А вот и Перфект. Все, увидел в лобби. Пошел дальше на плент. Возможно, сейчас подтянется к электронику. Ну, а Симпл. Вот Симплу как раз подставляться нельзя. Хотя он тоже на девятке спрыгивает. Делают акцент все-таки на точке А сейчас Нави. Эли, как мы видим, с улицы, по идее, должен успевать смещаться. Но пока его главная задача не пропустить в девятку оппонента. Бейджи. 45 секунд до конца раунда. Мы видим, объединяются вчетвером в лобби. Кито фейкует там под Б. Молото флешка. Ну, у Нави уже выбор сделан. Халдить они будут на А. Ну, вот тут главный момент, наверное, в том, что Симпл милицайкам делать. Беги. Просто ливаю через вентиль. Да, у них был один игрок на Б. Все влились сюда же. Ну, и что делать дальше? Все. Занятая точка. Третий раунд за Берлин Интернешнл Гейминг. Наверное, Перфект Электроник. Или, по крайней мере, кто-то из них могли бы остаться Симплом. Помочь ему засейвить. Эх, и вот как это часто бывает. Вроде у вас все неплохо. Я имею в виду, с точки зрения команды Нави, берете один раунд за другим. 4-0, а потом сливаете пистолетом. И, ну, не то чтобы сливаете игру, но дарите серию сопернику. То есть это не один из тех случаев, когда дали 4 подряд, взяли пистолет, дальше сливаете. Тут Б.А.И.G. реально свою игру обнаружили. И вот как к этому приспособится Нави. Что они поменяют? Пока все, как говорил Федор. Б.А.И.G. демонстрирует нам подготовку именно по дэмкам. То есть по тому, что Нави обычно делают. Смогут ли Нави придумать что-то другое, чем-то удивить? Вот сейчас самый подходящий момент. Вновь для того, чтобы Нави перехватывать инициативу в этом матче в свои руки. Деньги возвращаются потихоньку у защиты. Ну, и Б.А.И.G. Пока очень грамотно двигались по карте. Если бы, конечно, еще не отдавали раунды 5 в 3, были бы вообще, наверное, королями этой атаки. Ага, деньги-то вернулись. Но мы видим у Перфекта Иксэмка Бумыч на формилке. Полный пул по гранатам. Тяжелый армор и дифьюз киты. То есть ставка на ближней позиции у команды Нави сейчас. Это может сработать. Ну, не самая ближняя позиция. То есть Бумыч сразу и выход из дверей, и выход из будки просматривает. Тут же Перфекта. Ай-яй-яй, Перфекта! Как же не залетело у него. Сколько там оставил? 20% здоровья. Теперь что на плечах Бумыча к нему? Соперник повернут спиной. Второй красный. Его тоже можно забирать. Хорош Бумыч. Ну, по третьему такое некритичное попадание. Однако очень важно, что Электроник успел прийти на помощь. Тиммейтам подбирает. Калаш Тирсон промахивается. Электроник. Кстати, не хотел с ним стреляться. В целом ситуация была под контролем команды Na'Vi от начала и до самого конца. 5-3. 5-3. И это при наличии первого убийства от Berlin International Gaming. Тем временем в чате, дамы и господа, начинается розыгрыш. Пишите Maincast через восклицательный знак. Ну, а мы, конечно, любуемся великолепным хайлайтом от Бумыча. После потери Перфекта была инфа. Ну, и, конечно, Электроник. Хелпа в молотов. Сделал минус. Выиграл время, пока прятался в этих смоках. Ну, и, в общем, молниеносная реакция команды Na'Vi здесь была продемонстрирована во всей красе. Смотрим дальше. Очевидно, деньги есть у команды B&G. Быстрый раунд у них не получился. Так что, вполне вероятно, сейчас немного будут замедлять свой темп в этой атаке. Так, игроки 8 и 9. Куда-то залетела очень странная граната. Такая, посмотрите на Тизиан и Сирсон. То есть, они не были на улице. Скорее всего, пробрасывали лобби. У меня других вариантов даже нет. То есть, пробросили лобби. Вот Тизиан и Сирсон получили урон. Так, тем временем занимается улица. Фейковая стена смоков. Под нее, по-моему, ну, вот только на контроль Сигрета вышел Тапсон. Сами беги работают пока по улице. Взаимный промах от Симпла и Сирсона. Но к Александру подходят очень близко. Пытается, пытается двумя флешками как-то выиграть себе пространство Симпл. Мы видим, пока все под контролем. Бейджи, то есть, они прошли в Сикрет. Они заняли улицу. Тут вопросики для Нави возникают. Ну, тут дистанция большая. С МПшкой особо не повоюешь. Слышек Сантареса. Пошла информация для Электроника. Именно он под базой Б. Бомба смещается в Сикрет. Так, последнюю гранату Денис уже потратил. Только что его прогоняют Молотовым. Хлпы пока нет. Это будет Флеймем через вилку. Так, еще одна флешка от Сирсона. 27-26 секунд. Бомба выходит из Сикрета. Это фейк, походу. Это, походу, фейк. И Тапсон еще Электроника забирает. Симпл Флейми. Две ответки. 16-15 секунд. Да, команда Б.И.Джи заходит на базу А. И Бумыч сейчас из Вентилей, походу, выиграет этот раунд для своей команды. Но нет, лишь один фраг. Оставляет Сантаресу 2% здоровья. Флейми 1. Его, наверное... Ну, его уже точно, да, слышно. Хотел предотвратить установку, но бомба стоялась безопасно. Егор Васильев. Очень нужен плач. Нет, его не будет. 5-4. 2% здоровья у Ксантареса. Да, казалось, момент с Бумычем станет уже ключевым по ходу этого раунда. Но Кирилл сделал только один минус. Чуть-чуть не хватило дэмэджа на второго. Будь там, наверное, все-таки МК в руках, а не МПшка. Раун бы завершился иначе. Повтор от Ксантареса. Вообще, очень красивый раунд. То есть, был Тизиум в дверях. Был Ксантарес на улице. Был Тапсы на нижнем плейнте. Беги. Вот так вот точечно продавили сразу несколько участков карты. Именно это им позволило в итоге выиграть раунд. То есть, они за полсекунды оказались уже на верхней точке. Плюс, очень хорошо сработал фейк. То есть, мы видели, что у нами на Б реально было два игрока. Один из которых еще и погиб. Окей, экономический раунд. Бумыч. Поджим. Лобби. Не сразу, кстати, они с Китой заметили друг друга. Но. Биайджи. Конечно, такое заливать не хотят. Ксантарес, Кита. Еще серия убийств. Симпл. Слушайте, промахнулся сразу. И казалось, вот этот момент Ксантарес отпускать не должен. На Симпл и тут. Без трофея не заканчивается. Ну, другое дело, выбит его или нет. То есть, насколько вообще Биайджи сейчас это нужно. Вроде бегают еще, да? Охоту объявили. Ну, рано или поздно в мейне, скорее всего, будет контакт. Симпл дал дым, как будто он уходит на КТ. Сам остался в ангаре. Тизян увидел. Ну да, сейчас бы с Симплом постреляться один на один. Но в итоге Тапсон подходит на помощь. По-твоему, Симпл настолько непобедим? То есть, ты знаешь, что... Ну, то есть, ты знаешь, что в ангаре вы хотите выбить Девайз, вы не торопитесь, и ты выходишь без хелпы тиммейта. Типа такой, ааа, сейчас убью. 14 на 3. Это при том, что Симпл погиб в прошлом раунде. То есть, что, у него получается 14 на 2 было? Да, да. Ну, 13 на 2 на момент дуэли как раз с мейном. 5-5, дамы и господа. Абсолютно паритет по счету на табло, мы видим, удерживается. Наверное, это все-таки на руку команде B&G, с учетом того, что в последнее время именно защита – это доминирующая сторона у Na'Vi. Симпл. Ну, был готов к этой позиции Сирсон. То есть, это специально оставленный зазор в смоках, из-под которого действует ваш снайпер Кита с бомбой Бумыч. Просто джекпот сейчас выигрывает, но обнуляет весь этот результат Абсон. Ксентарес в мейне. И раунд 4 в 2 для B&G. Перфекто в точке. Ну, такой дефолтный опорник. Работает довольно безопасно. Флейми на B. Отпускать эту позицию Na'Vi тоже не хотят. Но вот по-любому кому-то придется зажигать индивидуально. Но в этой ситуации иначе такое не спасти. У Перфекто есть хороший вариант прямо сейчас под эту раскидку зайти в спину. То есть продавить лобби. Сделав ставку на то, что контролить его там не будут. И почему бы и нет сделать даже фраг. Пока Перфекто просто морозится под стенкой. Тизя на ту позицию не отпускает. Видит локонок. И перестреливает. 11 хп. Вновь очень строгий контроль карты. B.I.G. понимает, что на таймере еще 45 секунд никуда не летели, сломя голову. Ну и, конечно, Флейми тут остается только сохранять свой девайс. У него есть инфа, что там два красных. Но раунд это не сильно ему поможет выиграть. Соответственно, команда B.I.G. выйдет вперед. По счету на табло, вновь обнулив экономику команды Na'Vi. Показывают фраги, показывают ЭДР. Как вот переживал Дэв в аналитике, что у Перфекто, возможно, и сегодня будут трудности. 3-2-7 его статка. А он опорник точки А. Основной. Ну и мы видели вот как минимум один эпизод, когда с Аксэмкой он два выстрела сделал. Казал бы соперник все равно остался жив. Флейми. Пока к Сантааресу рабатывает. Но здесь 6% здоровья. Как ему просто выжить, это большой вопрос. Табсен несется за ним же. Взрывается бомба. Выход. Табсен. Несется. И Флейми выживает. Красавчик. Очень важно. Очень важно. Теперь это может повлиять на исход раунда. И у Сирсона я заметил довольно интересный стиль стрельбы из авика. Это не какие-то сумасшедшие флики, не какая-то инхуман реэкшн. Он, знаешь, в чем-то девайса больше напоминает в этом отношении. Его фраги всегда стабильны. И даже сейчас, казалось, открывался на Симпла. Симпл видел его первым. Задержка была. А вот на кнопку нажал первым Сирсон по итогу. Да, интересно. Причем изначально мы из глаз Симпла это посмотрели. Теперь Сирсон. То есть он включил второй зум. Он навелся точно на модельку. И только после этого нажал на спусковой крючок. Интересный момент. Особенно, когда с глаз обоих игроков нам это показывают. Классная позиция в районе красного ящика. Мы видим на улице у Электроника. Флейми попытается отвлечь по максимуму внимания. Но он встречает все-таки именно снайпера. Очередной антрекилл для Сирсона. Элик. Двоих забрать? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, все-таки только на одного хватает сил. Перфекты вырубают в мейне. И вновь раунд 4 в 2 для Биэйджи. Вот был бы сейчас старый 5-7 у Электроника на руках. Ох, он раздал бы. Я чувствую, кстати, в чате выбрасывают предположение, что это пинг. Но насколько он мог повлиять? То есть какой там должен быть пинг, чтобы у тебя такая задержка была? Сложно. Сложно сказать. Какой там пинг? Ну, 30 пинг там по-любому. Ну да, ну а разница, наверное, еще меньше. Я много лет назад комментировал казахов, которые играли из Казахстана с европейцами. Надо сказать, что с пингом 190 он попадал очень плотно. У него был плюс тоже на нюке. У него был плюс с пингом 190. Симпл. Так, один праг железно. Бомба падает прямо под него. Это ситуация на самом-то деле 2 в 2. Симпл простреливает. Открываются двери. И Кита с другой стороны. Бумыч здесь же. Подбор. Тизиан Армора не было. Но Найс Трай команда Нави. Найс Трай. Это как минимум заставит четверых игроков в BIG закупаться заново. Уже кое-что. Экономика там ушла в космос. И продолжать, точнее позволять команде BIG продолжать ее наращивать не хочется. Кита становится героем своей команды. Выиграл все-таки эту дуэль против Бумыча. Нави были максимально близки к тому, чтобы выиграть раунд 2 в 4. Но этого не произошло. Ну и мы видим уже атака вплотную подобралась к победному счету в первой половине. Молото в мейн. Бумыча пытаются простреливать. Но сняли пока только лишь 30-ку хп ему. 35% здоровья, если быть абсолютно точным. Нави мы, видимо, отдают улицу. Оставляют там одного электроника и то на чеке. Но команда BIG улицу не занимает. То есть вот такая прям стенка на стенку могла получиться драка. Пока залетает парочка гранат от защиты. Возможно, Нави делают вид, что они сейчас близко играют на улице. Ну а у самих интересное укрепление рампы. Флэйми максимально морозится. Кстати, вообще было бы интересно посмотреть за ракурсами и Симпла, и Флэйми, куда они именно смотрят. Потому что складывается впечатление, что никто не палится. Глубокая стена смаков тем временем от BIG. Тапсон находит электроника. Ну там под краем дымовой гранаты, видимо, он его подловил. Судя по крестику на радаре, Симпл пытается перестроиться. Здесь же Бумыч довольно сильно рискует, но в этом раунде риск необходим. Находит первую спину. Но Тапсон уже в тылу врага. Ну Бумыч тут погибает однозначно. Переводит прицел на девятку. Здесь же пошел выход на верхнюю базу, Симпл. Да, к нему же приходит тиммейт, оба в девятке. Сирсон тем временем с бомбой на Б. Кит оливает следом. Что, походу восьмерка и первая половина за бегами. Ну вот и выбор карты Денюк. Очень гибкая атака, то есть BIG вообще не запариваются. Моментально реагируют на все происходящее. То есть там Абик в девятке, мы пойдем на Б. Флейми, да, он может быть где-то на рампе, где-то на вилке. Но в целом BIG втроем должны были его встречать. И восемь в атаке, несмотря на довольно слабое начало. То есть 0-4 летели вообще без шансов и практически без фрагов BIG. И после этого Na'Vi выиграли только один единственный раунд. Да, это очень странно. А вот беги напротив таким результатом довольно. Мы уже говорили об их статистике. Восемь нюков за последние три месяца беги выиграли. Проиграли лишь однажды малоизвестной команды. Ну и сейчас такая проверка на прочность, наверное, тир-один Counter-Strike. Бегами проходится. Online TARES. Вот так вот. Четвертый рейтинг в онлайне удерживает у нас XanTARES за 49 карт на нюке. За все игровое время, за всю его карьеру. Это мы как раз во время матча против Natic упоминали этот момент. Что действительно в свое время XanTARES в онлайне огромное количество наиграл. Так как он все-таки изначально турецкий игрок. И там с Space Soldiers особо по ланам не наездишь. Так что, наверное, прозвище Online TARES ему подходит как нельзя лучше. Да, но на заре CSGO, и мы тоже это подмечали, он был лучшим. То есть высший по рейтингу в этом плане. Не Гитрайт обгонял Геттер, по-моему, был на втором. Но вот отсутствие знания языка не позволило XanTARES достаточно рано. То есть вовремя влиться в какую-нибудь международную команду вроде Faisley MoSports. Два раунда до окончания первой половины. Экономика Na'Vi, ну, точнее, даже Arsenal дышит на ладан. Это две МПшки, два Сайленсера. Интересно, что элики Флейми используют эти орудия, чтобы никто не раздропывал. Показывают. Скидка куда-то летит. Оп. Просто такой вот один смачок. Ну, и вот он третий. Долетает, долетает с небольшим опозданием. Интересно, что у Na'Vi нет контроля улицы. Все-таки мы видим в ангаре орудий на электроник. Так, Симпл на встрече позиции рампов. Пытается его прогнать флешками. Безрезультатно. Все, моментально отворот-поворот дают здесь атаки. А улица не под контролем. Тут все-таки руки связаны сейчас у команды B&G. 35 секунд. Они ничего не заняли толком. Молотов перед дверью. Чтобы не выпустить вентиль, Симпл свапнул девайс и пошел сжать спину. На радио 24 секунды. И вот выход. Тизиан первый. Перфекта. Слишком поздно. На самом деле он на перфектность реагировал. Дальше Илья попытался ворваться в будку. Не особенно важно. Здесь у Na'Vi было и большинство численное. И, конечно, преимущество по позиции. 8-6. Ну так, нетипично для себя сыграли B&G. Зачастую во всех раундах у них был какой-то план B. Был какой-то резервный вообще игрок. Сейчас они не занимали улицу. И после неудачной аркады позиции рампов все, только Na'Vi им оставалось выходить. Все-таки времени практически не было на какую-то перетяжку. Да, но это был явный фейк. То есть и напряжение на радио, на рампе. И, конечно же, вот эта стена смоков, она должна была заставить Na'Vi понервничать, наверное. Так, вызываем переводчика Федора. Na'Vi удерживают топ-2 рейтинга на карте Denim за 50 сыгранных карт на больших ивентах. Обратите внимание, это статистика. 1-21. А были времена, когда Na'Vi вообще нюк не играли? Да, у Na'Vi есть такой всегда интересный пул по картам. Сейчас они не играют Vertigo, занимая первую строчку мирового рейтинга. Что заставляет каждое утро грустить одного из аналитиков. В частности, Петрика. Не обязательно играть Vertigo, чтобы быть лучшей командой мира. Такие дела. Ладно, смотрим дальше. Последний раунд первой половины. B.I.G. использовали сейчас свой тайм-аут. Свой первый вообще тайм-аут. Табсон немного получил дэмэджа. Электроник отличная позиция. Но все-таки вынужден еще чекать скалу. Она же цистерна нынче. Два смока пропускают Табсона в секрет. Немного напоминает раунд предыдущий, но сейчас, как мы видим, с игроком на улице. Играет B.I.G. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Успел. Успел все-таки отбросить дым. Все закрыто. А здесь же Симпл дает дабл. Ай-яй-яй! И на точке закрыто. И на B базе закрыто. Что же делать в команде B.I.G.? Как выпутываться из этой неприятности? Мистер Табсон. 22% здоровья. Один в четыре. Даже попал по ножке Симпла. Но тут уже... Сейчас. Пэмс. Изи. Пизи. 8-7. Ну, все-таки под занавес первой половины. Что-то команда Na'Vi сумела противопоставить ребятам из B.I.G. Но я уверен, что самих немцев результат первой половины, исход, то, что они показали, устраивает целиком и полностью. Тем более мы знаем, как показывает практика, у Na'Vi в атаке как раз на нюке могут возникать недюжинные проблемы. То есть там может быть при подготовке к серьезным ланам у Na'Vi и широк пул раундов, пул тактик. Но здесь в онлайне, если честно, не уверен, что такое же разнообразие продемонстрируют рожденные побеждать за Т-сайт. Но, может быть, этого и не надо будет. Если Симпл каждый раунд будет так стелить, то почему бы и нет? Ну, чтобы Симпл стелил, нужно вновь показать отличный старт. Получилось на протяжении первых четырех раундов первой половины Na'Vi рвануть вперед. И сейчас, если пойдет в атаке, то шансы действительно выиграть пик своего оппонента будут хорошие. В целом, B.I.G. ну, наверное, оправдывает выбор карты нюк. Много раундов, взяли 7 в атаке, показывали все довольно-таки разнообразно. Да, ну и даже где-то вот индивидуально тот же Кито перестрелял, мы помним, в ситуации 1 на 1 Бумыч, а тот же Сантары с МАК-10 прыгал в мейн. В общем, B.I.G. можно похвалить за выбор карты и подготовку к такому вот сильному оппоненту. Но это только первая половина. И да, вот только что мы сказали, что у Na'Vi может атака не пойти, а может и пойти. Но вот здесь возникает другой вопрос. Если на лане плюс-минус все понятно, да, и Na'Vi именно индивидуально, то есть мы этих игроков ставим иерархически выше, нежели игроков в B.I.G., то вот насколько это корректно в онлайне, где преимущества, опыта у игроков нет? Ну, наверное, все-таки какое-то влияние есть, но оправдывать поражение просто типа, ну, это был онлайн, ну, давай всем теперь, давай мы сейчас сядем Na'Vi обыграем в онлайне. Это же тоже не вариант, все-таки игроки те же карты, те же тактики, те же тренера на месте. Фактор онлайна, конечно, влияет, но не так уж, я думаю, критично, чтобы прям все списывать на это. В любом случае 8-7, B.I.G. красавчики, борьба против Na'Vi, победа даже против Na'Vi сейчас идет. И, ну, ESL про лига, на то и про лига, чтобы абсолютно все команды могли с друг другом вот так вот плотненько побороться. И еще раз не устанем, наверное, повторять о том, что B.I.G. это залетные ребята на ESL про лиги. Изначально они не должны были здесь участвовать, но из-за коронавируса и вот сопутствующих историй Беги получили сюда инвайт, и, как мы видим, пока они этот инвайт, конечно же, оправдывают. Ну, интересно будет посмотреть за них дальнейшими выступлениями. Также вы можете связываться с нами в Твиттере, в социальных сетях по хэштегу MainCast. Вообще подписывайтесь на Твиттер Мейнкаста, это лишним точно не будет. Подписывайтесь на текущий канал, кнопка следователей, просто сердечко над плеером трансляции. Все это сильно поможет развитию канала. Что там у нас у Симпла? 22 на 5 его статистика. Это защита, наверное, на нюке с АВП. Это попроще, будет интересно, опять-таки, понаблюдать за атакой. Потому что вот ноги, с одной стороны, там, от Сейни я вчера такое слышал, и от Ламыча, что вот единственная роль, единственная задача АВП в атаке на нюке, которую ты берешь, это сыграть на неожиданности где-то, с квикет стрелить, например. Но здесь от Сирсона мы видели достаточно широкие вариации по использованию этой. Постоянное давление на аутсайд. Ну, то есть это был не только отстрел. А вот, кстати, и статистика. Ну да, то есть Симпл, очевидно, на первом месте, 122 DR, при том, что все-таки 8-7 была статистика. А тут, наверное, очень показательно именно 5 смертей. То есть за 15 раундов, в которых вы, ну, только поначалу жестко доминировали, очень много сейвил, но при этом умудрялся убивать. Ну, все-таки игрок экстра-уровня, вот, находится сразу во всех ролях. И фрагер, и сейвит, и тащит. В общем, Симпл, конечно, красавчик. Но счет-то 8-7, дамы и господа. На одном Симпле не уедешь. Нужно всем включаться, всем тащить. И сейчас в атаке это особенно важно. Напоминают коэффициенты. GGB дает 2.19 на победу Na'Vi. Дамы и господа, Na'Vi уже по мнению букмекера вынуждены здесь камбэчить. То есть за двойку кэп на Na'Vi. Наверное, как раз продиктовано фактором стороны. То есть букмекер настолько не верит в состоятельность атаки. Команда Na'Vi против конкретного соперника. Начинается пистолетный раунд. Мы видим здесь бумачи и флейми уже работают на рампе в плане напряжения. Проходится тем временем улица двумя игроками. Команды Na'Vi с Винцерой перфекто пропускают на девятку. Но не сориентировался, по-моему, Элик. Откуда же по нему стреляют? Там, по-моему, все-таки стреляли из двух разных направлений. Возможно, из мейна и из ангара. Так что Na'Vi теряют двух игроков. А вот и минус третий, минус Симпл, который выходил из секрета. Бомба все еще под девятью. Бумачи не залетела. Это пистолетки пять в ноль. Слушай, а первый пистолетный, он так же закончился? Не помню точно. По-моему, одна потеря все-таки была. А, или две. Там, по-моему, Кито как раз запотел. Дал два размена. И три в три потом Na'Vi доиграли. Отличные позиции. Очень коварные. Очень коварные. Вот он, Кито. И там еще все это время игрок был в ангаре. То есть Na'Vi запустили. Na'Vi такую мнимую свободу дали на улице. И атака в этот капкан в итоге благополучно попалась. 9-7. Тут уже клевого старта не будет для Na'Vi. И только Петрик в аналитике жаловался, что пистолетки-то однообразные. Как показали нам действительно что-то необычное. То есть B.I.G., наверное, подумали, что Na'Vi точно не будут разыгрывать пистолетные пода, по крайней мере, быстро. Так что стакаться там смысла нет. Лучше рассредоточиться по разным частям карты. И это как раз работало. Ну, опять же, если что, в студии аналитики ребята меня поправят. Пока Electronic, как мы видим, вливается на Secret. Тайминг для Сирсона может быть не самым успешным, а может быть и наоборот. Нет, Electronic влево даже не смотрел. Очень уверенно двигался изначально с ножом Electronic. Но все-таки на проверочку Сирсона напоролся. Перфектно на позиции рампы. Но тут, я думаю, более-менее понятный раунд. Три голока, один дигл. Все без армора, все без гранат. Так что смотрим за попыткой отчаянно зацепиться по ходу этого раунда. Раздамажили плотно сейчас игрока под девяткой. Но тут как тут Сирсон. Дает симпл все-таки ему отпор. Ай-яй-яй, НТ Бумыч практически прошмыгнул в эту вентиляцию с бомбой. Но не тут-то было. С одной потерей все заканчивается для Бейджи. Счет 10-7. Я вот сейчас смотрю на статистику. И сегодня на нюке у Норс была похожая ситуация, когда у Уэйзи было 25 фрагов. Ну и там, конечно, меньше смертей. И ни у одного из тиммейтов не было больше 10. Вот так тоже бывает. И тут у Симпла 23 фрага. Ну, карта нюк. Что, в общем, поделать с этим? Ничего страшного. Главное, что любой из этих игроков в любой из момента времени может включиться. Нави разыгрывают пока что. Это фаст улица будет. Да, направляются туда втроем. Занимают очень быстро. Хаешечка просто филигранная залетела. Почти пол-ХП потерял Бумыч. Причем должны были слышать это забегание сейчас. Би Ай-Джи у них есть игрок на нижнюю. Но это, правда, авик. Навряд ли Сирсон пойдет вперед. Два энтри. Как бы дымы рассеиваются. Вы в секрет не зашли. Ничего не законтролили. Вопа на респе. Симпл просто за счет Аима вырубает Абсона. Ну, такой раунд стрелковый, судя по всему, нас ожидает. Неаккуратная атака. Другое дело, было бы здесь с кем стреляться. Команде нахи, конечно же. Ну, я имею в виду, у бегов большинство. Они не будут в эти перестрелки просто ввязываться. Ввязываться, зачем оно нужно. У них есть один игрок на секрете. Это как раз-таки Сирсон. Есть табла, по-моему, на рампе. Ну, и Тизян просто с МПшкой контролит базу А. Там поджим радио как раз-таки от рампового звена. Вот и минус перфекта. А вот надежды должны были быть заруинены. Ну, на Флейме 24% здоровья. Второго здесь точно не ждут. Или, ну, наверняка не ждут. Минус крафт на Флейме. Хедед Симпла. Конечно, интересно. 35 секунд. Слушай, тебя Симпл-то такое берет. Интересная позиция у Тизиана. Симпл... А, ну, тут Сирсон просто разобрался. А Тизиан уже в спину просто обходил. Шансы, конечно, были. Но информации все-таки у игрока команды Na'Vi не было. По факту. По последним. И получилось то, что получилось. 11-7. Мы видим деньги команды Na'Vi. Они не слишком располагают к хорошему закупу. Ждем пистолетов, каких-то гранат. Но не более того. И это уже хороший шанс для B&G выйти на счет 12-7. Сильная, сильная защита. Да и вообще сильный плотный нюк. Надо сказать, что беги. Пока, по крайней мере, могут собой гордиться. Фаст прыв на базуа внезапно. Здесь, оказывается, открыто. Ну, по крайней мере... По крайней мере, для одного игрока. Дальше, конечно, серия убийств от Berlin International Gaming. 12-7. Ну, такой необычный получился раунд. В том плане, что защита с фулл-закупом отдала двери. То есть ни молотого, ни хаешки, ничего не было. Как бы Na'Vi вылетели с энтрифрагом. Еще раз коэффициенты от GGB. Это там уже от двойки и след простыл. 4.81 на первую карту дает букмекер. И 1.16 на B.I.G. Что, Na'Vi? Самое время удивлять. Дарить своим фанатам 4.8 новых квартир. Делать ветер. Ой-ой-ой, молотов неприятный. Что, нюк готов? Да, делаем, наверное, такой вывод. Сирсон с АВП. Ну, вот тоже интересный вопрос. Пойдет ли он до конца жать Сикрет на контроль улицы? Потому что возможности сделать фраг у него точно будут. Его тиммейт, обратите внимание, на ангаре сверху. Тоже работает плюс-минус закрыто. На вот и три смока. Но Сирсон в первом девайсном не пошел. Видимо, его роль дать выстрел, отойти за следующий угол. И вот так вот позиционно, турельно делать ветер, пока тиммейт будет давать инфу. Тапсон, очень классный угол на самом деле. Ну и вот момент выстрела. Очень просто. Электроник. Даже не пытался развести. Здесь далеко не всегда работает именно снайпер. Например, в первой половине, даже, ну, может быть, один раз Симпл там играл с АВКом. Да, но в основном выбирал другие позиции. То есть это или улица, или рампа была. Пока пять в четыре. Хаешечка. Сантареса. Немного не туда. То есть так от стеночки она залетела 36 секунд. Ну, тут фулл инфа пошла. То есть Нави, не скрывая своего присутствия на рампе. Два человека на нижней базе. Плюс мы видим уже Тапсон в Сикрете. Прошел по улице. Сказал, что улица чисто, мейн чисто. Нави на топов. И оставив одного перфекта, возвращаются в лобби. Времени меньше 20 секунд. Нужно выходить прямо сейчас. Кито за дальней вентиляцией. Получает коктейль молотова. С префаера может выйти. Флешку ждал от тиммейта. И флешка, надо сказать, прилетела. Невероятно вовремя. Кито успел дать свое убийство. Дальше Тапсон, Тизиан. И снова Тапсон. 13-7. Не хотелось бы, конечно, команду Нави хоронить. Но здесь мы делаем заключение относительно того, что нюк у Биайжи что лучше. То есть здесь нельзя сказать, что 13-7 это счет не по игре. Что во многих случаях бегам везло и так далее. Здесь стопроцентно выверенный нюк. Да, отличные креативные раунды в атаке от Биайжи позволили им выйти на счет 8-7. Ну и, как мы видим, теперь уже у Нави серьезные проблемы с атакой. То есть у Биайжи, даже если раунды не получались, была видна все-таки структура. И они рано или поздно своего добились. Электроник за последние 3 месяца на Лане дает вот 35 энтрекиллов. Да, с энтрекиллами, наверное, тоже определенные проблемы сегодня у Нави. Ну, если вот нам показывают статистику Элика, сегодня мы и близко не видим такого феноменального количества именно первых убийств от него. Тайм-аут использует Нави. Ну, а вы же можете использовать промокод CSGOPIZZA на пиццерии Dodo и получить Додстер и возможность выиграть 24 больших пиццы. 24 пиццы — это по 2 пиццы в месяц можно есть. И, в принципе, на еду больше не тратить. А я почему-то думал, что это тебе сразу привозят 24 пиццы. А, да, по промокоду. Такой заманчивый промокод. И ты с ними делаешь? Не, я имею в виду, ну, то есть ты можешь выиграть 24 пиццы, но тебе их привезут сразу. И тебе привезут Додстер обязательно. И ты получаешь еще возможность выиграть 24 пиццы. А если вот ты выигрываешь 24 пиццы, тебе их сразу привозят. А, в один день? Да, я это имею в виду. А вот это, кстати, интересно. Да, ну а пока не менее интересно, смогут ли Нави с не самым лучшим баем хоть что-то сделать, хоть что-то противопоставить бегам, потому что у них три Галила, МП-7 и ЮМП. Проходят они, кстати говоря, вчетвером на Сикрет. И есть попадание от Сирсона. Все-таки просвет в дымах минимальный был. Сирсон смотрел туда весь битый час и нашел перфекта. Тут, кстати, бомба все это время находившаяся на улице на контроле поджима в лобби. Уже так в улице и находится. Какой здесь план? Бомбу занести на А? Я думаю, после Н3 фрага планы вообще очень сильно тут меняются. Пошла люгенькая импровизация. Давайте пробьем хотя бы выход под Б. Ну, нет, нет, нет. Что-то какой-то мрачный получился раунд. По улице не прошли, на Б не добрались. Табсон на одном ХП дает кучу фрагов. Лейми последний. Хороший минус. Клащ СЮМП, скриньте. Клащ СЮМП. Сейчас берется. Исторический момент. Держим внимание. Так, тушится девятка. Лейми еще один фейк. Врыв. Минус один, минус два. И размен от Ксантареса. Ну что ж, 14-7. Найстрай, Егор. Ты все еще раунд один в пять. Да, каждый раунд остается один в пять. Вот он. Вот он тот самый раунд. Тот самый исторический раунд. Возможно, на второй карте. Потому что здесь что-то не очень верится. Пока в Na'Vi показывают нам первый минус. Ну, там, да, была видна ножка. Действительно, зазор в смоках присутствовал. Эх. Как это сказать? Безблагодатность у команды Na'Vi. К сожалению, на карте Денюк пока. Да даже, может быть, не против B.I.G. в частности. А даже в целом. Все-таки и на Intel Extreme Masters, Катовица, у них возникали определенные трудности. Фейзамы не дважды проигрывали эту карту. При этом, ну, судя по счету, борьбы особенной там и не было. Потом, конечно, выиграли Астралис. Ну, тут нужно 12 в защите было набирать Na'Vi, видимо, чтобы иметь реальные шансы на победу. Потому что сейчас мы видим абсолютно бескомпромиссную защиту от B.I.G. То есть вот просто стартует вторая половина, начиная с пистолетки, и в каждом следующем раунде все складывается на 100% для бегов. Na'Vi выход под флешки. Такие более традиционные раунды пока у Na'Vi. То есть пробежать по улице в Сикрет толпой на нижней, зарашить Базуа под флешку. То есть к таким стандартным раундам бигги готовы. Так, Элик чекает поджим. У него как раз-таки вот та самая флешка. Есть также коктейль Молотова у Дениса. Ну и пошел выход! Дизян. Ну спрыгивает, кстати, на морозе. Разворот на Бумыча. Дальше разворот на Перфекта. Ну, в общем, комментировать, наверное, здесь все убийства и каждое смысла никакого нет. Нужно понимать, что Симпл остается 1 в 3. Но без аутов, без возможностей хоть что-то здесь противопоставить. Хотя вот недавно у меня на стриме тоже пересматривали лучшие моменты. Я до сих пор не могу понять, как Симпл... Вот был у него момент против NIP на карте Denuk. Где за 11 секунд до окончания раунда он в атаке. На базе А делает минус 3 и выигрывает. Ну, такое может, конечно, только Симпл. Здесь ситуация была иная. 15-7. Ну, появляются вот СГшки. СГшки всегда хорошо. Их 4. Есть калаш. И что у нас здесь? Угрессия на улице? Не-не-не, просто работают по мейну. Игроки B.I.G. на улицу не лезут. Ну что, Симпл откидывает дальний коктейль Молотова. В ответ, мы видим, получают Молотов за красный ящик. Электроник пытается под флешечку пройти. В принципе, у него это получается сделать. Ну и сейчас последний шанс для Na'Vi. Хотя бы один раунд выиграть за сторону атаки. Хоть немного еще побороться. Потому что в целом судьба карты, по-моему, уже предрешена. Электроник ждет поджим Сикрета. Ну, как мы выяснили, беги, небольшие любители жать столь далеко. Бумыч занимает крышу мейна. Кита подсаживается. Ну, к Сантарасу подсаживает. 2% здоровья. Но вот позиция, даже если у тебя там 2-1 хп на фраг, довольно перспективная. О, прикольный прощек от Апса. Если честно, не видел раньше такого. Видел? Нет, нет, нет. Ну, обычно как-то там пытаются или пострелять, или снайпера поставить. Ну да, обычно просто стрейфятся с этим смоком. Да, видят кого-то, уходят. А здесь Сирсон. Это, я так понимаю, он прострелил через стекло. Все верно. Все верно. Причем это уже второй прострел через стекло. Сирсон вообще не обращает внимания на стекло. Оно и правильно. Ну, такой вот плавный, плавный переход на вторую карту. Судя по всему, никаких разменов, никаких тут моменталок. Ничего не было от Na'Vi. По одному все умерли. Electronic последний. 20 секунд. Бомба под контролем команды B.I.G. В общем, вторую половину можно смело скипнуть, как я понимаю. Если в первой там 8-7 еще экшен был, то во второй ноль раундов за атаку от Na'Vi. Да, минус Electronic и это 16-7. Что можно сказать? Беги молодцы. Подготовили нюк, не побоялись его пикнуть. Много тренировали его. Ну, я уверен и на праках. И у нас есть информация, что много нюков они играли в онлайне. Так что вся эта практика вот сейчас вылилась в то, что Беги выиграли лучшую команду планеты Земля. Да, красавчики. Пока что сценарий матча с Fnatic повторяется. То есть они пикают карту, выигрывают его. На Дасте там, очевидно, будет все намного тяжелее. Но вот дойдем ли мы до Inferno и что будет на Inferno, вот это, наверное, основная такая вот интрига. Вы же не забывайте, что болеть нужно за любимую команду, а не простудой или гриппом. И в этом вам поможет противовирусный препарат Кагоцел. Болейте правильно. Ну и, конечно, не забывайте, что имеются противопоказания и необходима консультация специалистам. Ну, а мы, конечно, проведем небольшую консультацию с нашей студией аналитики. Я думаю, ребята уже практически готовы. Как только микрофоны появятся у них на головах, мы им и передадим слово. Но пока пишите в чат, за кого болеете, будет ли третья карта. Возможно, на первой вы не смогли выиграть 4.8 квартир. Ну, на второй или третий. Все оставшиеся. А вот твой прогноз. У нас есть вторая, есть третья карта, есть DAS 2, есть Inferno. Какие бы проценты, какие шансы Кэфы ты бы дал бегам на то, что они выиграют одну из двух этих карт? Потому что к нюку, да, они подготовились хорошо, но нюк довольно тактическая карта. То есть ты их не можешь подготовиться. Другое дело DAS 2, например. На DAS, я думаю, Na'Vi закроют. Ну, это их просто карты, которые они пикают постоянно, постоянно, постоянно. И уже если бегам проигрывать DAS, то есть два поражения на Pro League. Вот этот момент, когда уже прижаты к стенке, то есть уже нужно показывать КС. Там не будет четырех фрагов у Perfect, а там уже все включатся на максимум. Inferno, я думаю, в плотной борьбе, но все-таки Na'Vi закроют. Я бы 60 на 40 дал за Na'Vi. 60 на 40 на то, что они... Они выиграют 2-1. Что ж, хорошо, мы передаем слово нашей студии-аналитике, посмотрим, какие же прогнозы у них.